В Нинецком округе появились конкретные рекомендации по совершенствованию систем оплаты труда в госучреждениях с 2017 года. Самые важные грани жизни на пенсии стали предметом разговора в Липецке, где прошла встреча пенсионеров с министрами-руководителями ведомств и премьер-министром российского правительства. Не остался в стороне и наш округ. С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. В Нинецком округе определены подходы к оплате труда в госучреждениях с 2017 года. Совершенствование системы обеспечивает реализацию в округе единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплат труда работников государственных и муниципальных учреждений. Они были утверждены Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, членами которой являются представители профсоюзов, работодатели и правительство России. Совершенствование системы оплаты труда преследует сразу две цели – увеличение размера оклада в структуре заработной платы путем перераспределения средств и отмену существующих сегодня повышающих коэффициентов к окладам и ставкам, установленных по должностям работников, входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной группы. Несмотря на то, что единые рекомендации трехсторонней комиссии утверждаются ежегодно, впервые в 2015 и 2016 годах даны конкретные рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда. Для системы оплаты труда работников в учреждении образования необходимо стремиться к достижению доли условно-постоянной части заработной платы сотрудников не ниже 60%. Для системы оплаты труда работников в учреждении здравоохранения необходимо сбалансировать структуру зарплаты таким образом, чтобы 55-60% заработной платы направлялась на выплаты по окладам. Для системы оплаты труда работников в учреждении культуры в совершенствовании осуществлять путем увеличения в структуре заработной платы работников доли части выплат, направленных на оклады до 50-55%. Решение об изменении структуры заработной платы в сторону увеличения доли оклада, принятая трехсторонней комиссией, не случайно. Оно направлено на увеличение гарантированной части зарплаты работников. В нашем округе в государственных учреждениях доля оклада колеблется от 31 до 54% и в среднем составляет 46%. Решить поставленную перед округом задачу увеличить долю оклада в структуре зарплаты можно, только пересмотрев размеры стимулирующих и компенсационных выплат. Гарантированная часть заработной платы – это оклад и компенсационные выплаты. Она будет составлять более половины всей заработной платы. Остальная часть, кроме гарантированной, это стимулирующая. В зависимости от того, каким образом работник будет относиться к своей работе, какие задания он дополнительные будет выполнять, какой вклад он будет приносить в свое учреждение, стимулирующие выплаты не будут громадными, но они будут, так скажем, действительно стимулирующими. Вторая задача, решаемая принятым актом – отмена существующих сегодня повышающих коэффициентов к окладам и ставкам. В соответствии с едиными рекомендациями органы государственной власти регионов, при разработке актов по оплате труда работников учреждений не вправе устанавливать по должностям работников, входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные размеры повышающих коэффициентов. Так, например, кассир, делопроизводитель, секретарь, стенограф, агент по снабжению отнесены к одному уровню одной профессиональной квалификационной группы, а значит, должны иметь один оклад. При этом в существующей сегодня системе оплаты труда работников окружных учреждений оклады у этих должностей различны. Едиными рекомендациями также четко распределены подходы к формированию системы оплаты труда в казенных и бюджетных учреждениях. Это разделение также нашло отражение в принятом постановлении. Для казенных учреждений будут установлены органами власти, в чьей подведомственности они находятся, положения об оплате труда. Они будут носить обязательный характер для казенных учреждений. В этих же положениях будут установлены размеры окладов для отраслевых уже должностей и профессий, так как общие отраслевые оклады уже установлены данным постановлением. Для бюджетных учреждений органами власти, в чьей подведомственности находятся учреждения, бюджетные и автономные, будут установлены примерные положения, и в них будут установлены минимальные оклады, которые рекомендуются к применению. Данные минимальные оклады являются всего лишь рекомендуемыми. Конкретные же размеры окладов будут установлены руководители учреждения. Принятое постановление решает все поставленные задачи в комплексе. Напомню, что новые подходы к оплате труда в госучреждениях начнут действовать с 2017 года. Российским пенсионерам в следующем году не потребуется заполнять никаких лишних бумаг, чтобы получить объявленную ранее единовременную выплату. Деньги начислят автоматически. Это подтвердил председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Он встретился как раз с теми, кого называют людьми высокого возраста. Самые важные грани жизни на пенсии стали предметом разговора в Липецке, где прошла встреча пенсионеров с министрами, руководителями ведомств и премьер-министром российского правительства. Не остался в стороне и наш округ. Участие во встрече приняла председатель правления пенсионеров Ненинского округа Римма Костина. Римме Васильевне удалось самой первой задать свой вопрос министру труда и соцзащиты Максиму Топилину. Как признается защитница северных пенсионеров, она тянула руку так, что не заметить ее было невозможно. Я у него спросила в новой пенсионной реформе, будет ли засчитываться год за полтора, если, допустим, проработал человек 20 лет, будет ли ему считаться, что он проработал 30 лет. Если он проработал 30 лет на севере, то будет ли это считаться 45 лет, потому что для проживающих в районах Крайнего Севера, в Арктике и работающих там, государством был определен стаж 15 лет. Он сказал, мы долго думали и решили сохранить все на севере, не разрушая. Самим главой правительства Дмитрием Медведевым Римме Васильевне удалось встретиться в первый день и даже сесть по соседству. Вопросы задавались самые разные, от льготного лекарства для одиноких пенсионеров до развития туризма для пенсионеров. В конце встречи общее фото на память и подарок от Ненецкого округа фотография с прошлогоднего конкурса компьютерного многоборья, где от нашего округа принимала участие самая возрастная участница Раиса Палкина. Всему виной молния. Накануне из-за удара молнии в магистральный кабель несколько районов Нарьинмара и село Тельвиска остались без света. Мобильные и интернет-мошенники нашли новые способы хищения денег. На этот раз они воспользовались огромной популярностью игры Pokemon Go. Несколько районов Нарьинмара и село Тельвиска накануне остались без света. Также был ограничен доступ к сети интернет, спутниковой и сотовой связи. Аварийные отключения произошли из-за удара молнии в магистральный кабель. Обрыв связи в столице Ненецкого округа произошел в связи с попаданием молнии в оптоволоконный кабель в двух километрах от станции компании Ростелеком в Нарьинмаре. Из-за аварии из строя вышла вся система интернет-сообщения столицы округа. Вместе с интернет-соединением нарьинмарцы лишились и мобильные связи. Это обусловлено тем, что большинство сотовых операторов на территории округа также пользуются оптоволоконными каналами связи. Часть компании восстановила доступ к своим услугам для жителей региона через несколько часов после аварии. Мы, в принципе, восстановили где-то, но без полноценного доступа, вот с телефонией, потому что это в первую очередь обязаны бы запускать, где-то в течение, наверное, минут 30. А это мы перешли на резервный спутниковый канал. Полностью связь удалось восстановить в полночь. Как сообщили в Управлении информатизации связи аппарата администрации НАУ, компания уложилась в соответствующий регламент по устранению аварий. На эти цели оператору сети дается 10 часов. Муниципальные образования региона завершают подготовку жилого фонда к прохождению осенне-зимнего периода. Паспорта готовности домов к отопительному сезону должны быть получены не позднее середины сентября. На сегодняшний день в Ненинском округе эксплуатируется более полутора тысяч многоквартирных домов, из них 536 с центральным отоплением. По данным органов местного самоуправления, предоставленным в Департамент строительства, ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа из 1104 многоквартирных домов на территории Заполярного района паспорта готовности к отопительному сезону получили 545 домов. В Нарьинмаре паспортами обеспечены 280 из 415 многоквартирных домов. В целом все необходимые работы проходят в соответствии с установленными графиками. Помимо жилищного фонда на территории региона к отопительному сезону готовят котельные и электростанции. Из регионального бюджета на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено 60 миллионов рублей. Средства распределены между городской администрацией, Заполярным районом и Ненинской коммунальной компанией. К 15 ноября все муниципалитеты НАУ должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Ресурсоснабжающим организациям установлен срок завершения подготовительных работ не позднее 1 ноября. Жилфонд необходимо подготовить к зиме до 15 сентября. Мобильные интернет-мошенники нашли новые способы хищения денег. На этот раз они воспользовались огромной популярностью Pokemon Go – игры, которая за короткий период нашла фанатов во всем мире. Кибермошенники запустили в сеть вредоносные версии суперпопулярного приложения. Жертвой аферистов стала жительница Нарьинмара. Подробности в материале выпуска. Фрагмент видео снятого в одном из парков Нью-Йорка. Создатели игры собрали в одном месте сотни людей. Ажиотаж вызвала новость о том, что именно в этом месте можно поймать редчайшего покемона. Для тех, кто не в курсе, сегодня мир охвачен суперпопулярным приложением Pokemon Go. Цель игры – поймать как можно больше покемонов. Они могут появиться в любой момент и в любом месте. Особую любовь фанатов разработчики завоевали при помощи дополненной реальности. Технология позволяет игрока видеть на экране гаджета нарисованных персонажей на фоне реального пространства – на улицах, в помещении, в транспорте. Всеобщее безумие уже добралось и до России. Несмотря на то, что официального релиза приложения в нашей стране еще не было, в смартфонах и планшетах наших соотечественников Pokemon Go уже есть. Российские фанаты начали скачивать приложения со сторонних источников. Этой бешеной популярностью мгновенно воспользовались кибермошенники. Аферисты начали распространять вредоносные версии игры. Ничего не подозревающие пользователи скачивают приложение с вирусом, который перехватывает контроль над устройством, похищает личные данные пользователя и следит за его перемещениями. На такую уловку попалась и жительница Наринмара. У меня ребенок взял телефон мобильный мой и закачал программу Pokemon Go. После чего он мне пока ничего не говорил. С утра он зашел, 4-го числа. Но, как он сказал, по его словам, он не успел поиграть. А 4-го числа уже в 12, получается, 4-го числа в 12.46 мне пришла смс, что мне положил кто-то, то есть с моей карты положили 65 рублей на МТС. И через пару минут написано уже было, что перевод, номер телефона чей-то и сумма 3000. Сразу после потерпевшая заблокировала карту. С третьей попытки удалила вредоносное приложение с телефона и обратилась в полицию. Интересно, что сайт, с которого скачали игру, бесследно исчез. О подобных преступлениях мошенников в своем аккаунте в социальных сетях еще в июле сообщал Роскомнадзор, призывая игроков к бдительности. В Ленинском округе подобная афера стала первой. В целях профилактики полицейские рекомендуют гражданам установить лицензионные антивирусные программы на свои мобильные устройства, а также регулярно их обновлять с целью безопасности вредоносных программ и снятия денежных средств. А также необходимо родителям провести профилактические беседы со своими детьми и объяснить им, что нельзя скачивать нелетензионные различные программы, игры и приложения на мобильные устройства. Когда в России появится официальное приложение Pokemon Go, неизвестно. Поэтому фанатам игры стоит быть внимательнее к тем программам, которые предлагает глобальная всемирная паутина. Помните, сомнительные интернет-сайты и приложения могут сказаться на вашем финансовом благополучии. Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Быть или не быть национальному парку Вайгач. В Наринмаре прошли общественные слушания, где выслушали все за и против. До конца ноября в Ненинском округе разработают систему государственного мониторинга за состоянием окружающей среды. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса заключил контракт на создание системы наблюдения. В результате конкурсных процедур стоимость контракта снизилась на 530 тысяч рублей и составила 2,4 миллиона рублей. Конкурс выиграла московская компания «Экосистема Инженеринг», которая ранее уже выполняла на территории округа работы по водоохранной деятельности. Согласно контракту, до конца ноября компания «Экосистема Инженеринг» должна выполнить весь объем работ, результатом которых станет создание комплексной программы регионального компонента системы государственного мониторинга экологической ситуации на всей территории Ненинского округа. Подрядчик определит территории, подверженной техногенному воздействию, в том числе вследствие разведки и разработки месторождений углеводородного сырья. Также специалисты проведут мониторинг состояния водоохранных объектов, зон подтопления и берегов. Особое внимание уделят тем населенным пунктам, где сохраняется угроза обрушения берегов – это Несь, Великовисочная и Индига. Кроме того, исследовательская работа включает наблюдение за популяцией диких животных. На основании полученных данных будет выстраиваться дальнейшая работа в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Быть или не быть национальному парку на острове Вайгач – этот вопрос обсудили на общественных слушаниях. Участие в круглом столе приняли представители исполнительной власти округа, отделение пограничной службы, общественные организации и жители самого острова. Кто за, а кто против появления национального парка на священном для ненцев острове – смотрите в следующем сюжете. Казалось бы, благое дело, которое поддержали и администрация Ненецкого округа, и Минприроды России – сохранить уникальный природный объект, где на сравнительно небольшой территории можно встретить новоземельского дикого оленя, атлантического моржа, китов, дельфинов и тюленей, многие из которых занесены в список редких и исчезающих животных, белых медведей. И огромное разнообразие птиц вызвало вопрос, кому это нужно. А ведь создание национального парка в какой-то мере защитит остров от въезда посторонних и браконьеров, но в то же время ограничит самих жителей, которых более ста человек от свободного передвижения по территории. Не устраивает жителей округа и то, что разделят их остров на какие-то зоны. Действительно, если они будут жить, как представьте, в гетто, 5 километров от посёлка, никуда не выйди, никуда. Как им заниматься традиционным промыслом. Там в основном живёт коренное население немцы. Они занимаются рыбалкой, охотой, собирательством. Больше работы на острове нет. Как выяснилось, в ходе круглого стола до начала лета местные жители были не в курсе того, что ведутся активные работы по созданию особо охраняемой территории и находятся уже в завершающей стадии. Поэтому забили тревогу. Я впервые услышала случайно от жителей так же по приезду. Я вообще как-то не придала даже значения этому изначально. А потом уже, когда 23 июня все приезжали, людей никто не позвал. Мы были даже в курсе этих событий, что какие-то мероприятия не начаются. Но, естественно, в посёлке все против. Больше вопросов, чем ответов, осталось и у Ассоциации ненецкого народа Ясавэй. Ведь на острове также сохранились уникальные исторические культурные памятники, которые существуют с начала тысячелетия. И это место является сакральным для ненцев. Остров Пайгач является для нас на самом деле очень значимым местом. И они совершали обряды свои и приносили жертвы. И на сегодняшний день, когда вопрос встаёт в первую очередь о тех местах, которые для нас священны, мы, конечно, к этому очень пристально и внимательно относимся. Я почитал проект, и практически все наши институты познакомились с ним. На самом деле вопросов больше, чем ответов. Вызывает у активистов вопрос и тот факт, что национальный парк должен стать объектом федерального значения. С одной стороны, это хорошо, ведь расходы по созданию дальнейшей работе лягут на плечи федералов. Но есть и другая сторона медали. Контроль и в том числе по въезду на остров также будет в прерогативе уже не нашего региона. Да и то, что средства дойдут до конечной точки, тоже остаётся открытым вопросом. Все мы говорим, ой, деньги, деньги, нам федерация даст деньги. Ну хорошо, я вам приведу, живой приведу. На протяжении, наверное, Ольги Зинуровной не даст соврать, десяти лет. У нас есть памятник федерального значения, это Кустозерска. Вы знаете, да? Как бы мы ни писали, как бы ни обращались, сколько бы слёз не были. Кто бы туда ни обращался. Денег-то нет. В хорошие-то времена денег не было. А мы хотим, чтобы жителям там платили всё. Нерешённых вопросов остаётся очень много, поэтому впереди ещё не одно общественное слушание. И только после этого будет вынесено окончательное решение. Елена Семёнычева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...